Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. У меня была очень упоротая, очень долгая неделя, потому я только сегодня включил комп и стал обновлять в Димокадо версии 1.30. А пока он обновляется, давайте пройдемся и обсудим самое интересное исправление, которое затронул этот новый 20-гиговый патч. Кстати, по первому взгляду на исправление я так и не нашел, на что ушли мои 20 гигов трафика. Скорее всего, игру просто перепаковали, потому и так много. Обычно перепаковка увеличивает скорость и стабильность работы игры. Ну, что в принципе тоже неплохо. И еще кое-что. У меня не версия Game of the Year Edition, так как ее нужно отдельно покупать. Но видимых различий между ней и патчем 1.30 нет. По тому, кого одолевается мнение, тратит ли последний кровный на издание года, то нет, не стоит. А у кого проблем с этим ресурсом нет, то лишний раз отблагодарить разработчиков за действительно шикарную игру, конечно же можно. Мы в шикарную игру, крик. С Органом Блэдом может initiать последний год, то время до конца. Помните это, Громблейд. Участник. Хакт. Согласный в крови. И на цену зарплатить. Тусан. А land of love and wine. Твоя греха? Вемпиры! Опять трейлерами засполерили всю игру. Ладно, поехали по изменениям. И в самом начале мы видим, что патч 1.30 обновил вид Вима Вивальди. Ну, как говорил мой один хороший знакомый, короче, надо брать однозначно. Кто не помнит, Вивальди это тот чувак, который нам валюту менял в Новиграде на местные кроны. Я за всю игру его раз 7 посетил и дважды из них по квесту. Обновили, значит была причина. Возможно люди подскажут, чем их старый не устраивал. А мне кажется он был не слишком бородатым. Ладно, далее идет небольшая кучка геймплейных изменений, вроде неудаляющихся описаний масел, слишком сложных троллей и куча другого по мелочевке. Самым важным я бы отметил исправление бага со второй формой финального боя с Эридином. Мне об этом баге минимум 2 человека писало. Исправление бага с неполучением и неотражением полученных рецептов, особенно касательно меча тусенского рыцаря. Платве наконец-то был возвращен хвост. Нужно всего лишь сменить седло, сохраниться, загрузиться и все будет на месте. Внесли некоторые изменения в систему рандомизации найденных предметов. Вот этот пункт, он самый непонятный. Вот скажите мне, в какую сторону они его изменили? Увеличили ли шанс выпадения ранных вещей? Или уменьшили его? Зачем вообще это писать? Ведь скорее всего никто ничего даже не заметит. Хотя я надеюсь только на то, что теперь найти тот самый тусенский арбалет будет гораздо проще. Также отлажен максимальный уровень предметов. Теперь максимальный уровень предметов и заданий ровно 100. То есть ни 101, ни 102, ни 103, ни 105 уровня теперь не будет. И больше никаких мечей 105 уровня, которые вы в жизни не сможете взять в руки. И вроде бы еще поправили эйфорию. Насколько я слышал, у многих с ней были проблемы до этого. Но все это жуткие мелочи по сравнению с тем, что я скажу сейчас. Они исправили долбанный баг, в результате которого мы могли переместить несоответствующие навыки в дополнительные ячейки. Вот же ж сволочи. Зато консольщики ликуйте, теперь и покашникам это сделать нельзя. Черт. Но раз надо, то надо. Теперь мои билды немного потеряют в силе, так как этот баг реально спасал. Зато будут подходить всем и будут, как бы это сказать, на 100% натуральными. Также я вижу в описании целую кучу исправлений по квестам, но ничего особого на глаза не попалось. Но, знаете, если раньше у вас были проблемы с каким-то квестом, то теперь их не будет. Можете спокойно его перепроходить. Но если честно, то от патча я ждал все-таки немного больше. Возможно введение каких-нибудь переключателей сложности или режимов типа выживания, где нужно есть, пить, а смерть была бы перманентной. Или других каких-нибудь вариантов. Разработчики ведь понимают, что подавляющее большинство игроков Ведьмака уже прошло. Новички, конечно же, купят Game of the Year Edition, а вот старичкам особого смысла в этом нет. Хотя я бы с удовольствием его купил или хотя бы дообновил свою версию за какую-то определенную сумму, если бы там было что-то новое. Но, если честно, то на самом деле нас просто разбаловали. У них выходили слишком офигенные платные и бесплатные дополнения, что ожидания от Game of the Year Edition было чуть больше, чем корректировка внешнего вида Вивальди и обычная корректировка багов. В комментариях под патч-листом я прочитал один очень точный комментарий и просто хочу его процитировать. Нам всем пора успокоиться. Ведьмак закончен. Пора искать что-то новое. И я согласен с ним. Я согласен с тем, что большего, чем сейчас есть, от Ведьмака ждать не стоит. Мы сердечно благодарим CD Projekt за хорошую работу и просто отличнейшую игру. Дальше мы сами найдем себе развлечения, а бескорыстные мододелы скрасят эти развлечения и добавят немного разнообразия. С полным списком изменений вы сможете ознакомиться у меня в группе ВКонтакте. Да-да, я ее завел. Ссылка есть в описании. Группу создал в первую очередь для подписчиков, потому многое разрешено делать, а модераторов пока нет. Ловите момент. Также продублирую его и этот текст в группу в Телеграме. Там будут только посты от меня без флуда. Всякие анонсы, мысли, планы, ответы на самые частые вопросы. Может быть какие-нибудь цитаты из чатика или цитаты с Ютуба и так далее. Все будет там. Если вы что-то не поняли, то это ничего. Так как скоро я выпущу новый подкаст на 10 тысяч, там все расскажу более подробно и заодно покажу. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Пишите в комментариях, как вам этот патч и чего вы ждали от него. А я пока пошел пилить еще два видео по Ведьмаку. Один билд, какой увидите сами. И кое-что для тех, кто только-только решил пойти по стопам Game of the Year Edition с самого начала. Увидимся в следующем видео. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok